и патентажка по пользовательским интерфейсам. Сначала мы рассмотрим просто пользовательский интерфейс, как делать в Unity не для VR, а просто для пользовательских интерфейсов. Во-первых, для размещения объектов пользовательского интерфейса, вот этих UI-элементов, в Unity есть такой объект, как Canvas. Важно, что для того, чтобы хорошо структурировать UI, необходимо, чтобы все элементы были, чтобы соблюдалась какая-то иерархия элементов, какие-то элементы дочерние, какие-то родительские. Вот, и дочерние элементы обычно рендерятся поверх родительского объекта. Ещё такой момент, как сейчас порядок, порядок перечисления элементов на сцене также влияет на порядок рендеринга. Соответственно, первый элемент он рисуется задним фоном, второй элемент поверх него. Я хочу не создавать новую сцену, я хочу сделать один интерфейс в существующей сцене без VR, и потом интерфейс в самом VR. Вот, давайте create UI, вот здесь UI. Можно создать Canvas, либо если вы выберете любой другой объект на сцене, Canvas автоматически у вас создастся, Event System создастся. Вот, Event System нужен для того, чтобы отслеживать события, нажатие на кнопку изменения, там, склубары и так далее, для того, чтобы как-то реагировать на... Ну, в зависимости от событий, на виртуальное окружение, если мы там как-то изменяем, скрываем объекты, что-то хотим подсоедить, что-то изменить и так далее. Вот, давайте мы создадим сначала... Что, давайте батл создадим. Вот, у меня создался Canvas, у меня создался Event System, остальное давайте создадим Environment, чтобы у меня... Environment я закину вот это всё, чтобы можно было скрыть. Вот, теперь у меня есть Canvas, Button, Event System. Button создается в Canvas, и вот текст в нём. Текст, это текст, который будет отображаться на кнопку. Canvas. Canvas у меня вот белым контуром в Unity, белый прямоугольник огромного размера. Чтобы удобно было работать, мы включаем в 2D-мод и, выделив Canvas, нажимаем F. Теперь у меня Canvas вот, выделили. Несмотря на то, что на сцене он выглядит там огромным, такой Canvas со свойством в Canvas screen space overlay, вы видите этот Canvas поверх всего экрана. Ну, Canvas, это прозрачный, вот кнопка снизу, которая добавлена, по-моему, что они вот здесь. Мы можем кнопку переместить на середину, он раз подсвечивает, чтобы прямые, которые на середине, кнопку посередине. Вот. Можно изменить размер кнопки, перетягивая, там, соответствующие ключевые точки. И модем кнопка стал большой. Теперь есть также пивоты, которые помогают редактировать положение относительно, ну, относительно положение этого объекта. В частности, кнопки. Я хочу, чтобы по, в зависимости от размеров экранов, у меня изменялся размер кнопки. Соответственно, вот эта вершина будет стремиться к левому верхнему углу, правая, к правым. Так, правая верхняя, правая верхняя. Ну, каждая к соответствующему пивоту, каждая точка прямоугольной области к соответствующему пивоту. Вот. Кивоты можно настраивать в React Transform. Можно настроить так, чтобы только по верхним двум крайним точкам ориентироваться. Можно, ну, можно по-своему настраивать. Вот. React Transform. React Transform чем отличается от обычного форма у обычного гейм-образа? У трансформа есть Position, Rotation, Scale. У React Transform, который относится к пользовательскому интерфессу, есть свойства, которые отвечают за позицию, за высоту и ширину. За привязку к, ну, к пивотам. Вот. Вот. С Shift'ом Осу стативот также назначаются пивоты. Так, с Shift'ом будет выглядеть так. Пивоты у меня изменяются. Без пивотов и так далее. С Alt'ом изменяется только позиция объекта. Вот. Это то, что есть, ну, прям из React Transform, но вы можете по-своему назначить, переместить кнопку. Она у меня была посередине. Вот. Давайте сейчас вот так продемонстрирую. Ну, вот здесь ничего не видно, потому что, потому что, что с нашей кнопкой стало? Она перевернулась, и она стала отображаться красным кристом. Давайте посмотрим на других. Ну, вот. 16 на 10. 16 на 9. Больше 4 на 3. 3 аспекта. Давайте возьмем 4 на 3. Делаем кнопку нормального размера. Она просто обратилась. Как бы сзади на нее смотреть. Пивот в центр. Вот этот кружочек. Синий кружочек. Это пивот. Что у меня находится пивот? Здесь 05. Почему-то там не точно было. Вот. Это при таком разрешении. Когда вы будете под андроиде делать, у вас тоже это все будет видно. 5,4. Вот. Мы реагируем на ширину экрана. 5 на 4 верну. Скин. И вот это давайте по высоте. Будем сейчас тоже по высоте и по ширине. 5,4,4,3. Ну, вообще под андроид, когда вы будете собирать, здесь будут разрешения экранов распространенные. И, ну, там наглядно видно, потому что у меня есть варшавная ориентация, есть конкретная ориентация телефона. И очень хорошо видно, как изменяется интерфейс. Вот. Где центр? Вот. Окей. Это мы добавили кнопку. Вот. Порядок отрисовки. Порядок отрисовки. Порядок отрисовки. Давайте добавим. E-button create UI. Пусть будет имидж. Вот имидж. Я не буду прям картинку задавать какую-то. Я сделаю какой-то цвет. Сейчас обрезайте внимание, что имидж находится после баттона в иерархии. Мы приносим вверх, и, ну, баттон перекрывает тот элемент фейс, который перечислен в иерархии раньше. Либо, если мы имидж перенесем в дочерние элементы баттона, соответственно, у нас имидж перекрывает баттон, но не перекрывает вот этот текст. Текст я могу сделать. Если я имидж перенесу ниже текста, соответственно, текст скроется, потому что имидж рисуется поверх текста. Это то, что я хотела сказать по порядку брендеринга. Ну, а также можно порядок менять за счет использования свойства set as first tabling, set as last tabling, and set tabling index, указав индекс номер отрисовки. Среди ноли — это первый уровень. Ну, первый порядок. Вот. Это что касается порядка отрисовки. Иногда это важно, когда у вас очень много элементов, какие-то скрываете, какие-то отправляетесь. Вам нужно четко понимать, что в каком порядке у вас отрисовывает. Далее хочу сказать про режимы рендерингов. Screen Space Everlay — это режим рендеринга, когда все элементы интерфейса данного канваса адрисовываются поверх всего экрана, поверх CD-сцены. Как вот в данном случае у нас кнопка адрисуется поверх. Я могу там как-то сделать QR-контроллер, управлять кубиком лево-вправо, чтобы он перемещался, но эта кнопка будет всегда на экране. Абсолютно всегда. Вот. Текст. Давайте я вот, наверное, уберу его. Кнопочка, например, пусть будет называться set as first tabling. Вот название. Здесь есть свойства форматирования. Вот. Ну, простые такие. Размеры за 4, побольше. Примерно так. И... Там равные полонги нет. Окей. Эта кнопка. И это пример, когда у нас Screen Space Everlay. Окей. Есть вариант, когда может влиять Space Camera. И здесь нужно явно указать ту камеру, которую вы... К которой вы хотите, чтобы Canvas привязался. На скриншоте, на слайде, наверное, не очень понятно, в чем разница от предыдущего. Важно тут, что здесь есть plane distance, которая позволяет задать расстояние до вот этого plane, которое вы хотите визуализировать перед камерой. Вы поворачиваете... Ну, пользователь поворачивает голову в шлеме. И этот Canvas прям привязан к камере. Привязан к камере, и вы все время видите какое-то состояние. Например, там у вас хеос уменьшается. Вот. Заряд батареи, еще что-то. Вот. И на самом деле, я не знаю, ну, мне кажется, не очень удобно, когда в VR у вас прям что-то подвязано к экрану. И гораздо удобнее, это использование третьего способа, третьего режима рендеринга в Word Space. Когда вы можете привязать Canvas непосредственно к элементам 3D-сцены для того, чтобы... Для того, чтобы... У вас... Так, давайте. Я делаю... Для того, чтобы можно было, ну, повернуть голову на объект. Например, вы там... Ну, это просто привычное состояние человека. Когда человек гуляет там на остановке, видит какую-то афишу, и эта афиша зафиксирована на... Ну, в конкретном месте. Эта афиша не прикреплена к вашей голове. Это просто... Обычное состояние. И... Элемент интерфейса можно точно так же прикреплять к каким-то трёхмерным объектам. Этот Canvas может быть таким же... Он может быть не привязан к камере и поверх всего экрана, когда вы пытаетесь разглядеть какой-то элемент интерфейса нижней панели, которая всё время уходит от того, что вы пытаетесь напернить голову. Ну, у вас просто панелька привязана снизу, и вам неудобно всё время боковым зрением как-то... Ну, не боковым нижним зрением смотреть на панель. Поэтому, ну, лучше позволять человеку повернуть голову, и лучше увидеть тот элемент интерфейс, который вы хотели бы, ну, реализовать в вашей игре. Вот, сейчас у меня вот Space. Можно назначить ивент-камеру. Здесь ивент-камеры нет. Почему-то, почему у нас здесь ивент-камеры нет? Давайте добавим камеру. Пока добавлю обычную камеру. Так, а где обычная камера? А, вот камера. Да, обычная камера. Tag Main Camera. Окей. И в Canvas. Сюда ивент-камера. Камера. Окей. Теперь я могу уменьшить очень сильно размер канваса. У меня уменьшается кнопка, потому что у кнопки был какой-то фиксированный размер. Размер. Давайте. Так, пока уменьшим. Канвас. Ф. Ф. Это, ну, небольшой канвас. И можно будет на него смотреть не в 2D-моде. Вот у вас какая-то игра отображается. Можно сделать какое-то табло в аэропорту. Так, теперь кнопка. Давайте разбираться с кнопкой. Сет-киват, сет-позишн. С альтом мы хотим сделать позишн по всему канвасу. Вот я это проделала. А с шифтом пивот. Пивот у меня все в сет. Вот. Кнопка выглядит так. Кажется, что не очень. Да? Что сделать, чтобы было очень? Ну, сейчас какие-то... Пиксели появляются, видны границы. Так, текст. Кстати, текст. Текст тоже не видно. Его тоже нужно. С альтом позишн. С шифтом. Ок. А по размерам давайте посмотрим. По размерам текст такой. Ок. Здесь... Да, он просто очень крупный размер. Давайте сначала с канвасом. Здесь есть канвас скейлер. И можно изменить параметры для того, чтобы лучше или видеть то, что мы растягивали на панели. Да, изначально же у нас объект был прямоугольный. из-за крупными лугами. Вот. Так. Так. Это выглядит там ластейлер. Баттн. Баттн. Огромный баттн. Давайте, например, баттн. убил. Так. Текст. 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 Что с текстом? у нас очень большого размера. Вот, здесь можно изменить масштаб и увеличить размер. Так, а это икс, 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 икс. Икс, икс, икс. Масштаб текста уменьшается. С этим аккуратно. Теперь мы переместим кнопку «Поцентр». Только используйте инструмент «Ректу» для того, чтобы позиционировать пациента. «Поцентр». Так, с «Альтом». Я сохранила старт и кнопочки так выглядят. «Альтом». Окей. Валя. «Димоди». Камера. «Димоди». «Димоди» вы видите какую-то кнопку. Если запустить VR, у вас какая-то кнопка будет в VR. Вот. Ничто ни к чему не привязанное. Этот канвас может… Так, лучше канвас изменять. А не отдельную кнопку, а сама кнопка будет на канвасе. Можно сделать, чтобы кнопка была привязана к куб. Тогда вам нужно будет потом нажать на «Куб». Вот. Ээээ… Можно поворачивать такой. Можно делать игровые панели. Какими честными, например. Ну, вот так вот это выглядит. Это кнопка. Мы можем в панель добавить там. «Face UI». «Panel». Давайте «Panel» будем рисовать перед «Button». Чтобы «Button» был хорошо показан. Давайте «Button» сделаем. «Топ». Какой уроки. О. Примерно так. Так. Топ. Теперь «Button». Хочу… Вот в кабельной системе… Примерно так это выглядит. Можно делать какие-то информационные панели, и это будет гораздо удобнее, потому что вы будете их видеть, вам будет понятно, где находится кнопка, куда нажать. Если что-то не видно, вы можете повернуть голову, дотянуться рукой, вот, и всё. Это гораздо удобнее, чем когда что-то привязанное вас в VRе. Дальше, React Tool. Я уже много говорила про него. React Tool, React Tool. В принципе, из 3D-объекта вы можете тоже редактировать при помощи React Tool, изменять не масштаб, а размер, это важно. Для двухмерных изображений вы можете изменять именно размер объекта, размер. Обратите внимание, что сейчас заменяется YZ, это, ну, позиция, вот, центральной точки, и, ну, а скил остаётся единичным. Так, React Tool. Далее, React Tool можно, ну, изменять размер, обращать изменения размера местного штабирования. Так как все графические элемента, они, ну, представлены как 2D элементы, через трамугольники абсолютно все изображения круглые у вас будут редактировать тоже через React Tool. И есть ещё, это React Tool, есть ещё вот 2, 2 кнопки, пилот и локал. Вот, изменяя положение вот этой кнопки, баттон, локал, давайте со стрелочкой, локал, локальная система координат, как направленный, и как глобальный, глобальный. Ну, тоже можно изменять положение. Вот, у канваса, у канваса то же самое. Только у канваса вот эта локальная, вот эта глобальная. Далее. Global, локал. Пивот. Если внимательно посмотреть... Если внимательно посмотреть на кнопку, React Tool включаю и пивот. И вот это, вот это, синий кружочек, который не видно. Так, давайте. Так, пивот. 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 Не знаю, вам видно, не видно. Так, здесь. Окей, ну, вот у канваса пивот, синий кружочек, именно как кольцо он. Так, точно так же есть на кнопке, на всех элементах пользовательских интерфейсов есть пивот. Ну, на 3D моделях тоже есть пивот, но синим кружочком на графических интерфейсах, элементах он показывает. Я могу переместить пивот, вот, в середину, например, или вот, да, в крайнюю верхнюю точку канваса, например. И тогда у меня, там, масштабирование будет происходить относительно той кнопки. Видите, у меня положение изменилось, потому что масштаб... Потому что если бы у меня пивот был в центре, масштаб просто изменялся, и всё, стремилось, ну, в эту точку. Оно сейчас стремится к точке пивота. Вращение у меня сейчас будет относительно, вот, точки пивота. Так, local, тоже local. Видно, что по-другому он вращается в глобал. Оно вращается в плоскости канваса. Так, теперь я пивот хочу... Вот, пивот был в виду. А есть центр. Если нажму на пивот, кнопочка станет центром. И теперь я могу взять эту кнопку и повращать тоже. У меня кнопочка будет вращаться в локальной системе координат. Вот так, в глобальной. Но все модификации, связанные, там, с вращением и масштабированием, они будут производиться относительно геометрического центра данного элемента. Геометрический центр равноудаленно, это, там, совершенно треугольные области. Теугольник у нас можно посмотреть корректор. Вот, и, в принципе, все. Давайте вернем пивот назад. Да, вот, примерно так. Correct tool, toolbar, local, local. Correct transform, высота, ширина, масштаб, вращение. Позиции элементов, пивот. Про пивот я рассказала. Здесь на слайде показано, как пивот смещен в левую сторону, и вращение происходит относительно вот той точки. Это пивоты. А якоря, вот эти треугольники называются якорями. А якоря, они, ну, находятся, остаются на месте. Как работают якоря? Здесь гифка заработает. На слайде показаны якоря в центре тамбасса. И к якорям, соответствующим якорям точек прямоугольной области привязаны. Вот, с изменением с высоты ширины канбасса якоря будут оставаться в центре, а кнопка может перемещаться. Но все выравнивание будет происходить относительно от центра. Вот, то есть если мы растягиваемся, кнопка растягивается, но одна остается в центре. Вот. Примерно так это работает. В начале я показываю то, как у меня привязаны якоря к всему канвасу. Вот. Кстати, прозрачность самой панели. Там, где я задавала цвет, можно вот прозрачность альф менять. Поэтому можно сделать, ну, непрозрачный элемент. Это тоже не цветный. Кнопка тоже можно сделать прозрачный. Это все можно настроить. Какие компоненты бывают в Unity? Это визуальные и интерактивные. Визуальные – это просто компоненты, которые несут какую-то информацию, которую показывают, мы демонстрируем пользователю. Это тексты, изображения, какие-то маски. А интерактивные – это непосредственно те компоненты, элементы интерфейсов, с которыми пользователю придется взаимодействовать. Ну, или нужно будет. Вот это кнопки паттенами. Можно, там, клики, нажатие, нажатие, там, держание, отслеживать. Догглы, или там, чекбокс, по-другому еще можно. Скроллбары, 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 поливоды и слайдер. Это все можно использовать для того, чтобы… Ну, кстати, комбо-бокс не написала почему-то. Окей. Ну, это примеры, элементы, которые доступны в Unity. Вот. И, ну, как я выше говорила, о практике канвасов интерфейсов в VR, пользователю сложно сосредоточиться на тех элементах, которые рендерятся в режиме Screen Space. Потому что элементы интерфейса иначе убегать будут. И если человеку будет неудобно смотреть на этот элемент, человек поворачивает голову, элемент уезжает дальше. Вот. А боковым зрением смотреть неудобно. Поэтому использовать его Space. Он гораздо предпочтительнее, чем в VR… чем в Screen Space именно в VR. Вот. Не в VR удобно, там, в Screen Space, камера Overlay. Вот. И вроде бы все я рассказала по интерфейсам. Давайте я там… Хочу отобразить вам какую-то текстовую информацию из подхода. Так, это button. Давайте добавим UI текст. Ну, и текст по мучанию создався огромный. Вот. Ну, давайте уменьшать его скилл сначала. А потом будем F, чтобы приблизиться. Уменьшаю скилл. Сейчас. Окей. А потом мы будем центрировать, выравнивать. И… Можно… Повыше можно… А еще можно побольше эту густую. Так. Я хочу здесь визуализировать время, которое… Ну, текущее время. Давайте мы добавим цвета синего. Такого же, который… Который на кнопке. Берем этот текст. Берем… Копируем… 16-ричный код цвета. Вставляем сюда. Все цвет такой же. А у меня панель голубая. И текст из этого отчитается хуже, чем на кнопке. Давайте добавим тень. Наверное, на этот текст. Тень – это shadow. Shadow. Тень. Только я делаю тень белый. Угу. Момент. Тень. 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 Старти… У меня одинаковые… А, у меня здесь будет просто… Давайте будет делать. Давайте я… Тень. 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 и вот можно он не пилот и ликаря тоже что зависели от канваса теперь теперь у нас есть какой-нибудь код на этой сцене нас есть куб да давайте мы ладно инфопанел и инфопанел я поставлю на панель логично будет еще баттон и текст поставить на панель сделать элемент дочерний то есть если мы хотим вдруг удалить панель у нас все должно удалиться текст на кнопке должен оставаться вложенным для баттона вот примерно так сохраняйте структуру обращайте внимание на это на инфопанели у меня скрипт давайте его открою и теперь в апдейте будем изменять свойства текста у меня панель а я хочу текст лучше оставлять а здесь можно назвать старт чтобы вы по иерархии могли понять где у вас какой элемент на сцене с тем что у вас чтобы вы могли по названием арендировать легко окей инфопанел я хочу учить вот к этому элементу я могу его пометить тегом я могу по названию найти но в любом случае мне нужно создать приватную перемену текст текст у меня подсвечен красным нужно приключить еще вот этот текст это объект это объект но у объекта текст есть еще компонент текст а у компонента текст есть поли текст соответственно вам нужно будет менять вот этого а в старте например вы хотите найти вот get component in children детей у данного объекта много поэтому давайте и вот у этого объекта взять get component вот здесь пишем текст должен найти объект таким названием у него взяться компонент вот я могу сделать просто паблик переменную и сюда перетянуть там сам объект и нужно компонент далее по идее сейчас вместо не нужно должно написаться хэллоу напускаем хэллоу хэллоу написано вот теперь я хочу написать дейтайм инфобам нет это тайм точка это property давайте тут читаем а не пустенько давайте так а почему не пауза так и вот в инсистем давайте теперь у вас время идет все нормально здесь это показывается время отрасовки кадра каждого вот примерно так можно вот я темп отрас给 я хотела отробить по темпу skills нет не Спасибо. 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 Давайте нажать на кнопку и сделаем. У кнопки есть вот событие онклик, мы можем добавить сюда, давайте куб, где наш куб, 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 у которого скрипт вот, вот этот куб второй. старт батон добавить и добавим куб 2 сюда а там реализуем функцию старт арбатом ну это не совсем та анимация и паблик обязательно чтобы можно было в интерфейсе выбрать анимейт будет анимейт клуб давайте я просто здесь установлю флажок и перемещать будем только из анимейт мы выйдем и хочу изменять еще название кнопки чтобы у нас было не старт вот и мы в панель можем здесь будет батон текст понятно что сейчас происходит так я объявила перемену паблик текст в скрипте куб теперь если я притяну на кнопку у меня здесь должно появиться поле которое я еще не появилась потому что у меня опечатка где-то не хватает вот вот батон текст появится да перетянуть вот этот текст от кнопки анимейт клуб анимейт клуб у меня будет срабатывать по нажатию на кнопку вот и батон текст давайте если тернарный оператор будем использовать если из анимейт иначе мы будем иначе то же самое что если вот это значение тро тогда мы выполняем вот это значение если иначе вот это значение будет присвоено вот сюда мы писали это потом строку здесь мы берем старт нам кажется не нужен окей давайте смотреть у меня сейчас 3d объект да сейчас он не будет работать так нам надо еще рейкаст сейчас у нас вот эта кнопка как 3d объект поэтому это еще лучше выпускать и детеки что мы а стоп я подъемная кнопка у меня функция здесь не назначена куб понимаете куб но да она все равно не будет работать надо на кнопку коллайдер добавить чтобы чтобы мы не нажали кнопку на кнопку да нужно вот этот подгнать а а а а а в а в вот нужно давить на эту кнопку пытайтесь что мы прям ее попадаем давайте я еще сделаю дубликейт дубликейт хочу так 2d смотрим так а так кубку понимает инфо пену что у нас текст 2d у кнопки твой а я сейчас так а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...